И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван. Ребятки, и мы сегодня с вами находимся в Universe Sandbox 2. Да, знаю, давненько не было никаких серий по этой игре, потому что мы с вами застряли в мире Space Engine, друзья. И я как-то, знаете, особо не задумывался, что мы сегодня будем с вами делать в Universe Sandbox 2. Поэтому я сегодня предлагаю вам просто поэкспериментировать. Не знаю, что придет на ум, то и будем делать. Кстати, недавно Universe Sandbox претерпела множество обновлений. Не буду о них рассказывать. Тем, кто следит за новостями Universe Sandbox, могут посмотреть в Steam. Ну, конечно же, можно сказать, наверное, для меня самое главное и интересное, наверное, то, что появилась такая интересная система. Можно, короче, вот здесь вот в панели просмотра планеты, допустим, здесь убираем объект. И можем смотреть, кстати, состав. И можем смотреть поверхность вот этой вот самой интересной. То есть, можете смотреть, наблюдать за поверхностью, как она изменяется с течением времени. Либо, если вы что-то делаете, не знаю, взрываете, запускаете что-то, либо уничтожаете Землю лазером, хотите растопить ледники. Кстати, лазеры, да. Лазеры, вот у нас есть теперь лазеры. Кстати, здесь можете тоже поэкспериментировать. Мне, конечно, больше всего нравится супер-лазер Галактической Империи, который может за секунду зажечь Землю и превратить ее просто в пыль. А вот, все это мы попробуем сегодня с вами. Не знаю, ну, первое, что придет на ум. Ну что, друзья, давайте попробуем. Я не знаю. По-моему, серия про лазеры у нас была, но я, наверное, вспомню ее сегодня еще разок. И что я буду сегодня делать? Давайте начнем с того, что у нас сейчас, я так понимаю, что у нас тут, у нас все во льду, да, декабрь месяц, хотя за окном дождь. Ну ладно. Так, давай, короче, выбираем, я не знаю, самый, ну да, мой любимый супер-лазер Галактической Империи. Мощность, я не знаю, в принципе, наверное, можно пока не настраивать. Цвет средне-зеленый, Эрбиус, Криптон, Рубин, боже, что это такое углекислый газ. Это цвет лазера, ну, по мне больше, наверное, конечно, наверное, какой-нибудь холодный, я думаю. Так, отлично, белый лазер, и давайте попробуем растопить весь этот лед и сделаем погоду ту, которая сейчас у нас за окном, не знаю, получится или нет. Так, я так предполагаю, что нам нужно сейчас, короче, увеличить мощность лазера. Так, ПВТ, ПВТ, давайте ИВТ выберем, так, и попробуем разочек стрельнуть. Так, нет, хорошо, ладно, я понял, давай выставляем мощность, давайте на одну единицу. По-моему, ничего, ну, а если, давайте где-нибудь увеличим, давайте на 10 единиц, допустим, да. Оп, по-моему, есть прожог, есть прожог, вроде бы как бы был. Ну, судя по карте, хорошо, давай тогда увеличим мощность еще в 100 ИВТ, прикинь. О, вот уже лучшее, слушай, посмотри, как изменилась карта. Так, интересно, в то место, в которое я только что стрелял, там вообще, по идее, должно как бы... А, ну там температура не возросла, ну все правильно. Ну, как бы возросла, блин, ну, не намного, но мы растопили лед, это прикольно. Нет, это классно. Так, слушай, давай дальше, действия, лазер, выбираем лазер. Так, он остался у нас на том же уровне. Холодный лазер, нет, что-то он как-то не по мне. Давай рубин красный. Отлично. Оу, мне кажется, я слишком, наверное, даже... Слишком даже, да, я, блин, господи, я забыл, что у меня сверхгалактический лазер, блин. И, по-моему, Северная Америка, да, это Северная Америка, да, по-моему, там сейчас огромная катастрофа. Посмотри, как растет температура, просто жесть. В то место, куда я стрелял из лазера, блин, боже, там уже... Да ладно, 4000... 4000 градусов, не может быть. Так, ну, судя по остальной поверхности земли, там, как бы, у них все в порядке. Блин, сотка, это, наверное, конечно же, много. Давай немножко уменьшим, давай уменьшим до 60, да, вот так будет нормально. Блин, боже, я зажигаю всю поверхность. Я зажигаю поверхность, давай до 30. Давай 30. Блин, ну почему так происходит? Давай до, ну, не знаю, 15, допустим. Так, слушай, а если нам лазер какой-нибудь поменьше поставить, да, я думаю, это... Так, самый мощный импульсивный лазер. Блин, боже. О, у нас, походу, даже я заметил, земля немножко сошла со своей орбиты. Так, ТВТ, подожди. Давайте мощность в гигаваттах выставим, я не знаю, может... Нет, хотя... Хотя, да, в гигаваттах, конечно, поменьше, и... Ты посмотри, как тает лед. Так, а что у нас на поверхности? О, боже, у нас поверхность земли раскалилась до... Ну, вернее, не раскалилась, а температура поднялась до 446 градусов. Хотя на экваторе, если так посмотреть, всего лишь, ну, стабильно 30 градусов. А на полюсах у нас минус 13, минус... Хотя полюса у нас тоже немножко разогрелись. Ну, давайте растопим прям эти полюса. Почему его нет? Сейчас эскимосы будут кайфовать. Боже. Но это катастрофа, конечно, блин, глобального масштаба, я смотрю. Блин. Это, конечно, круто. Так, подожди, а давай гигаватты, давай в мегаватты. Давай попробуем испарить океан. Я не знаю, получится это или нет. По-моему, нет. Хотя, хотя, да, посмотри, суша. Появляется суша, но в тот же момент она заполняется водой. Давайте побольше попробуем испарить океан. Мощность 2... Сколько? 2 миллиона мегаватта? Да ладно. Слушай, я сейчас могу, короче, Гавайи просто. Просто поджечь все Гавайи, слушай. Гавайские острова. Можете мне писать там в комментариях, как обычно некоторые умники бывают. Слушай, да у тебя по географии двойка, да? Блин. Боже, не обращайте на это внимания. Хотя я не был двоечником. Допустим, это Гавайи. Ладно, тут, блин. Я уже просто забыл, где все находится. Я старый, ладно. Мне простительно. Так, ну и что у нас там? Да, я, блин, блин. Я за секунду уничтожил целый остров, прикинь. Ну, давай попробуем перемотать время и посмотрим, наверное, что у нас, какие изменения произойдут на земле. Мне кажется, особо-то никаких не должно быть, хотя я не уверен. Блин, нифига себе. Ты посмотри, тут целый континент, короче, у нас загорелся от моего лазера. Блин, заледенела Африка, да ладно. Интересно, а почему так произошло? Африка во льду. Хотя, если смотреть на карту, то здесь хорошая температура 10 градусов. О, боже, где у нас 8000 градусов? А, ну понятно, нифига себе. Кстати, смотри, Северный полюс я растопил, да, и он... Нет, хотя он постепенно, да, он, по-моему, постепенно леденеет. Да ладно, это Северная Америка или что это такое? Нет, это... Подожди, стой. Стой, да, это Северная Америка, блин. Ты посмотри, я ее сжег лазером до такой степени, что... Здесь, короче говоря, блин, весь континент, блин, превратился в океан. То есть, я полностью испарил, блин, не знаю, поверхность, что ли? По-моему, Африка у нас тоже тонет. Классно. Так, ладно, давай, короче, проведем второй эксперимент. Так. Мне интересно знать, допустим... Смотри, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас сделаем так. Мы берем... Убираем сейчас... Землю. Мы убираем Землю, а на ее место мы поставим, друзья, короче говоря... Объект под названием Юпитер. Да, самый большой... Объект, самую большую планету в нашей Солнечной системе. Юпитер. Так, расстояние от Солнца. Одна... Так, астрономическая единица. 149 миллионов километров. Вот так, отлично. А... За место... Короче говоря... Ну, вы понимаете уже, о чем идет речь, да? А Луна? Луна у нас будет Земля. То есть, Луны, ну, как таковой, почему-то здесь нету в этой симуляции. Но мы ее сейчас поставим в виде Земли. Но поставим мы ее на таком расстоянии, на котором находится Луна от Земли. Так, Земля. Давайте, ну, самый максимум, наверное, я думаю, это 400 тысяч километров. Или даже можно минимум, наверное, да? Там 300, 370 тысяч километров. Давайте минимум поставим, наверное, да? Ну, 380, я думаю, зайдет. И я хочу посмотреть, что... Какие изменения вообще будут на Земле. Возможно, Юпитер у нас даже немножко разогреется. Давай, замедлим время. Поехали. Так, у нас время 2 минуты в секунду. Нет, наверное, можно увеличить даже. Так, подожди, давай-ка посмотрим. Так, Земля. Что у нас по движению? Орбитальный период? Полтора суток? Да ладно. То есть, не 24 часа, да? Так, а где тут перевести в часы? Вот. Да ладно, орбитальный период стал у нас 36 часов. Прикинь. Это, если я не ошибаюсь, да? Поправьте в комментариях. У нас сутки длятся 36 часов. То есть, Юпитер, да? Он и на таком расстоянии, и на дальнем, он влияет все-таки на Землю. Так, теперь давай посмотрим... Посмотрим мы на поверхность, на ее температуру. Ведь, по идее, мы находимся вне среды обитания. Так, средняя температура 17 градусов, минимальная 23, максимальная 35. Почему не показывается парниковый эффект? А, его заменили максимальной температурой, что ли, я не помню. Так, ну давай перемотаем. Давай, пускай пройдет где-то, наверное, с полгода, я думаю, и посмотрим на изменения. Ну, примерно так. Так, что у нас по температуре? Надо, короче, на эту карту подглядеть, я думаю. На экваторе по-прежнему 35 градусов. В средних широтах у нас 24. Северный и Южный полюс. Ну, они особо, я смотрю, не разогрелись или, блин, не замерзли, не знаю. Так, по составу, ну, по составу понятно, все как, в принципе, и было. То есть, если бы, наверное, не знаю, блин, Земля, наверное, находилась бы на позиции Луны, то есть, как бы здесь особо изменений не было, ну, кроме того, что сутки длились бы 36 часов. Ну, это, наверное, опять же из-за влияния газового гиганта Юпитера. Так, а что у нас по Юпитеру? Поверхность. Минус 141, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, она и была такой же. Даже давай, вот, смотри, сравним мы. Где у нас Юпитер? Вот наш Юпитер. А, нет, подожди, она на 10 градусов как бы уменьшилась, да? То есть, минус 151 градус у реального Юпитера, а у этого температура немножко, ну, сказать, повысилась. Ну, да, в принципе, она повысилась. То есть, ну, ближе к Солнцу. Если, конечно, расположить Юпитер вообще прям впритык к Солнцу, ну, допустим, я не знаю, наверное, на орбиту Меркурия, то, блин, он, наверное, даже может быть, может быть и загорится. Ведь это газовый гигант. И, как говорят ученые многие, насколько я читал, что Юпитер это как бы несостоявшаяся вторая звезда. Ну, хотя это все всего лишь домыслы. Так, ну, я так понимаю, наверное, с Землей здесь, в этой симуляции, наверное, покончено. Знаешь, что бы еще было прикольно смотреть на Земле, если бы Юпитер был бы на нашей орбите, то это частые, я тебе скажу, частые солнечные затмения. То есть в сутки, наверное, можно было бы... Ну, раз в сутки можно было бы наблюдать. Причем полное солнечное затмение, боже. Часа на два, на три. Ну, и, конечно же, сама фантастическая картина Юпитера. Так, ладно, давай, короче, перейдем мы к следующей симуляции. Столкновение, по-моему, здесь она где-то. Это уже созданная симуляция, которая мне очень, в принципе, понравилась. Я ее не доглядел до конца. Так, взрыва нет, не то. Столкновение. Земля, Луна. По-моему, где-то такое интересное столкновение, где множество лун, и эти луны вращаются возле Земли, естественно. Так, физика, галактики, основное все. Солнечная система, это не то. Слушай, ну, если я ее не найду, я перейду к какому-нибудь другому эксперименту, которых здесь, блин, огромное множество. Так, подожди. Земля и ранняя Луна. Ранняя Луна. Ух ты, круто. Приливной разрыв Луны с Землей. Нет. Подожди. Столкновение Марса. Земля, Луна замедлено. Медленно. Так, сейчас. Подожди, подожди. Физика. Астероид. Земля и пять лун, да ладно. Двадцать пять земель и лун. Ну, это, кстати, тоже прикольная, наверное, симуляция, я думаю. Так, ну, я не знаю. Давайте тогда попробуем, знаете, что сделать? Мы попробуем создать тогда свою симуляцию. Давайте открываем новую симуляцию. Солнечная система. И мы возвращаемся к нашей Земле. К нашей Земле. Наша Земля. И мы сейчас, короче говоря, столкнем здесь рядом с Землей. Давайте Лун 20 примерно, да. Ну, и посмотрим, конечно же, что будет происходить. Так. Действия объекта, наверное, да. По-моему, добавить объекты. Планеты, Луны, спутники. Так. Луна. Нет, мне не нужно. Мне не нужно делать ее вокруг орбиты Земли. Мы просто запускаем вот таким методом эти Луны. Вот эти Луны. Я не знаю. Здесь, наверное, будут сейчас колоссальные столкновения. Давайте даже, наверное, поближе, да, к Земле. Почему бы нет? Так. Примерно вот так даже можно. Давайте с этой стороны тоже навтыкаем. Слушай, ну, Земле это вообще бы, наверное, смотрелось, блин, полномасштабная катастрофа. Что ни на есть. Ну, все. Я думаю, этого достаточно. Давайте вернемся к Земле. Возвращаемся к Земле. И отсюда уже мы посмотрим все, что будет происходить. Так. Замедлим время. Кстати, да, вон там у нас уже идут столкновения. Давайте немножко увеличим время. Слушай, представляешь, если эти Луны сейчас полетят просто в Землю. Боже. И, по-моему, да, некоторые Луны уже устремляются в Землю. Но я не этого хотел. Я хотел, чтобы все Луны столкнулись, блин, друг с другом. Ну, не надо, пожалуйста. Не надо, не... Ну, не надо. Боже. Слушай, ну, это катастрофа. Я даже думаю, не стоит смотреть тут какие-то параметры, наверное, Земли. Офигеть. Слушай, температура там в некоторых местах на Земле разогрелась до 16 тысяч. Да, до 18 тысяч градусов. Да ладно, подожди, жидкая вода. Да ладно, вода на Луне. Откуда она там взялась? Ты видел, да? Там была вода. Я тебе отвечаю. Все. Да, конечно, многие континенты. Не то чтобы многие, но большинство континентов уже просто стерто с лица Земли. А вот, кстати, да, фрагменты Луны полетели. Слушай, откуда вода на Луне? Ты что, издеваешься? Там даже нету какой-то атмосферы. О-о-о-о. Вот это шикарно. Ну, понятно, да, у нас, конечно, Земля у нас увеличилась в объеме, да, я так понимаю. Сколько? В радиусе, вернее. Нет, она уменьшилась. То есть, множество фрагментов, да, вот, фрагменты Земли, они просто вылетели в открытый космос, она стала... Сколько там радиус? Да ладно, тысяча. Все, по-моему, это конец Земля. Она просто практически испарилась. Радиус тысяча... Одна тысяча восемьсот тридцать семь километров. О-о-о, зато здесь на Лунах у нас отлично появилась вода. И появился лед, я не знаю. Возможно, компоненты состав, наверное, Земли туда попала вода, не знаю что. Но это, наверное, ненадолго, я думаю, все. Класс. Шикарно. Ладно, друзья, давайте на этом я закончу свою симуляцию. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписочка на канал. Жмем колокольчик, с вас комментарий. Всем пока, до новых встреч, до новых экспериментов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok